Продолжение следует... Есть некое большое обрезание, и что лагринжан общего вида на малых энергиях по сравнению с этим обрезанием выглядит как лагринжан только с перенормированными взаимодействиями фактически. То есть с операторами размерности меньше, чем размерность пространства. Теперь еще одна тема здесь. Это контур-члены и масштаб перенормировки. Она так у нас называется. Значит, идея в чем? Идея в том, что когда у нас есть голый лагринжан, вот как данный, в нем поля, массы, заряд, ну и если там есть какие-то другие операторы, при них константы, это голые константы, мы про них ничего не знаем. То есть вот они какие-то есть в лагринжане. Потом, когда мы считаем какие-то процессы, измеряем вот эти заряды, заряд, массу, вот как физические параметры, когда мы считаем поправки, значит, с помощью нашего голого лагринжана, у нас получаются расходимости. И мы говорим, что ну вот, мы все эти расходимости можем засунуть в определение голого заряда массы и голого поля. И в итоге у нас останется только, значит, теория, в которой будут перенормированные поля, перенормированные заряды массы, и все будет конечным. Не будет больше расходимости. Вот. Это можно делать двумя способами. Фактически первый способ, это то, что называется неперенормированная теория возмущения, это вот вы берете голый лагринжан, все считаете в нем, а у вас ответ получается с расходимостью. Потом вы говорите, я знаю, я посчитаю, как у меня заряд, значит, масса, ну, константы перенормировки зарядок, массы и поля. То есть выражу в моем ответе неперенормированный заряд, неперенормированную массу, неперенормированное поле через перенормированные величины. Как только я это делаю, у меня все расходимости уходят. Вот. Это неперенормированная теория возмущения. Перенормированная теория возмущения, она говорит, давайте мы это сделаем на уровне лагринжан. То есть напишем лагринжан уже сразу через перенормированные величины. Вот. И тогда в каждом порядке теории возмущения у нас, когда мы все диаграммы просуммируем, у нас сразу все должно сокращаться. Вот. Вот это мы сейчас и обсудим. Вот такой вот лагринжан, который будет зависеть от перенормированных полей, зарядов и масс. Вот. Он будет содержать некие новые вершины, контрчлены, которые мы сейчас выпишем. Вот. То есть это некие вещи, которые должны в каждом порядке теории возмущения расходимости сокращать. Контрчлен. Значит, итак. В КХД у нас голый лагринжан выглядит так. Я буду писать 0 при всех величинах, в том смысле, что они вот исходные, голые. В КХД у нас голый лагринжан. КХД у нас голый лагринжан. КХД у нас голый лагринжан. Спасибо. Я написал Лагранжан КХД в лоренцовской калибровке. Вот наш фиксирующий калибровку. Вот это параметр калибровочный, который определяет нам, какая конкретная калибровка. Он тоже, вообще, горит некая константа при некотором операторе. То есть он тоже, по идее, должен перенормироваться. Вот у нас Лагранжан с голыми полями. Что мы делаем дальше? Мы говорим, давайте мы посчитаем пропагаторы. Например, пропагатор поля Пси. То есть мы говорим, что вот пропагатор от х минус х, да, g0. Это что? Это Пси0, Пси0, там, х, Пси0, у. Среднее. Вот так это, да? Вот. Теперь, когда мы считаем пропагатор, мы знаем, что пропагатор будет выглядеть как? Он будет... Ну, во-первых, у нас будет Борновский пропагатор, с ним все понятно. Дальше будет 1-петлевая поправка к пропагатору. 1-петлевая поправка к пропагатору будет иметь конечную часть и расходящуюся часть. Конечная часть, в этом смысле, меня сейчас не интересует, это будут какие-то поправки конечные. А расходящаяся часть, она будет выглядеть неким... Она будет пропорционально Борновскому пропагатору. Вот. И ее называют Z. Для Пси это Z, соответственно, 2. Вот. Мы можем сказать, что это некая Z2. Вот. На... Вот. ПсиX. ПсиY. Вот. Вот. Или я ее назову Z2 на G от X-X. Вот. Я подробно напишу, что такое Z2. Чуть-чуть попозже. Сейчас я просто структуру вот всего этого выпишу. Значит, как выглядит Z2 я напишу. То есть мы взяли, посчитали пропагатор по нашим голым полям. Вытащили член с расходимостью. То, что осталось, конечная величина. Вот. И мы говорим, что... А это константа. Вот. Хотя и расходящиеся пропорциональные единицы на ε, если мы в размерности на регуляризации делаем. Вот. Это конечная величина. И мы говорим, ну вот давайте мы будем говорить, что вот это перенормированные поля. По ним пропагатор какой-то конечный, да? Ну или вот перенормированный пропагатор. А Z2 это констант перенормировки, соответственно, поля ПСИ. Вот. И так же мы сделаем со всеми полями. То есть мы считаем петлевую поправку, выделяем расходящуюся часть. То, что остается, это перенормированные величины. То есть перенормированные функции грина, пропагатор. Да, я сейчас подробно это сделаю. Пока давайте вот ее поводим Z2 чуть-чуть. Вот. И чуть-чуть попозже мы обсудим, как она выглядит. Вот. Собственно, вы ее наверняка считали на CAT. Вот. Ну и если даже не считали, то я думаю, что если вы на прошлом семинаре не считали аномальной размерности, то на следующем посчитаете. Вот. Значит, дальше. Это для поля ПСИ. То же самое я делаю для всех остальных полей. То есть для поля А. Вот. Это у меня там меню АВ. Ноль. Значит. Ну, вообще говоря, у пропагатора фотона или глюона у него есть две части. Есть часть, то, что называется, поперечная. Вот. Есть часть продольная. Продольная часть не перенормируется, она не входит в физические взаимодействия, поскольку... Ну, из-за калибровственной вариантности. А вот поперечная входит, поперечная перенормируется. Вот. Значит. Что это будет? Это будет, соответственно, амю. Амю А. Амю Б. Это у нас Z3. Чего там? Ну, теперь фендикулярно, наверное, напишу. Вот. Ну и для духов. З20. Сетом. Вот. Что это значит? Что? Мы можем вот эти константы Z засунуть в поля, то есть переопределить поля Psi, вот, которые я тут написал без индекса 0, как... Ну, или вот, Psi с индексом 0, как Z2 в одной второй на Psi перенормированное. Соответственно, А с индексом 0, это Z3 в одной второй на перенормированное. А С на С. Вот. И вот эти поля, по ним, соответственно, пропагаторы конечны. Вот. Но у нас есть некие величины, которые содержат в себе бесконечности. Вот. Если мы теперь возьмем и перепишем наш Лагранжан не через вот эти нулевые A0, Psi 0, а через вот эти A и Psi, то вот тут вот возникнут вот эти все Z. Так? Вот. Теперь, кроме этого, у нас еще... Жи 0. Вот. У нас еще есть несколько голых величин. Это Жи 0, вот это, соответственно, заряд, да? М0, X0. Вот. У кого? Одна вторая. У всех одна вторая. Ну, это вот ровно отсюда. Если это Z2, то по половинке в каждую и будет. Вот. Значит, теперь дальше мы тоже самое можем сделать добавочно к этому. Сказать, что Кси это Z3 на Кси, M, M0 это ZM на M, и G0, соответственно, это ZG на G. Вот. Где M, G это будут наши физические массы и заряд. Кси это константа, которая определяет нам калибровку, да? Если вот эти мы будем сейчас, ну, находить, вот так же, как вот тут и эти. Вот эти находятся вычислением 1-петлевой диаграммы. Вот эти, вообще говоря, находятся тоже вычислением петлевых диаграмм. Вот. А вот эта константа, ее обычно фиксируют так, чтобы калибровка не менялась. Вот. То есть, вот смотрите, если мы будем заменять А0 как Z3 в одной второй на А, то тут сверху возникнет Z3. Так? Вот. Поэтому, если мы кси 0 напишем как Z3 на кси, то тогда эти Z3 сократятся, и у нас все, вот этот член не изменится. Вот. Поэтому вот эта вот константа из этих соображений выбирается. Вот. Что теперь нужно сделать? Нужно теперь взять вот это все, подставить наш Лагранжан, и посмотреть, что получится. Вот. И посмотреть, что получится. Вот, сейчас я это сделаю. Значит, что это будет? Это будет. Значит, минус 1 четвертая. Вот. Одно А у меня уже есть. Значит, всегда вот тут вот хоть одно есть. Это все... А будет отправлять перенормированные величины, да? Да. То есть, идея стоит в следующем. Перенормированные теории возмущения. Ну и давайте все сразу на уровне Лагранжана выразим через перенормированные величины. Вот мы и выразим, соответственно, здесь. Вот я сразу напишу Z3, поскольку... Ну, у меня все равно это пропорционально А. Их тут два, я их выношу. Соответственно, будет Dμ. А, Ню А, минус... А, Ню А, плюс ZG, Z3 в одной второй ножи. А, плюс Z3 в квадрате. А, плюс Z4 вantes. Так. Так. А, плюс Z2. А, плюс Z4. А, плюс Z5. Спасибо. Так, плюс G, Z, Z, Z. Да, вот я написал. Теперь мы видим, что, ну, хорошо, это все здорово, но какое-то отношение имеет к нашему предыдущему исходному Лагранжану. Отношение следующее, что вот эти константы Z, да, они ведь вообще говоря пропорциональны. Ну вот мы будем считать, в Борне это просто единицы, да, вот, а в следующих порядках это будет единица плюс G в квадрате на какие-то там расходящиеся величины, вот по петлевые поправки к ним будут. Вот, поэтому хочется выделить единицы из всех вот этих Z, вот, когда мы выделим единицы, если мы просто единицы поставим, мы вот предыдущий получим, да, вот, а то, что останется, это будет называться Лагранжаном контрчленов. То есть вот этот Лагранжан я перепишу следующим образом. это будет L1 или L, соответственно, перенормированный, плюс L контрчленов. Вот, где L перенормированный, это точно такой же Лагранжан, как исходный, только все константы и поля, они уже перенормированы. То есть это все равно, что я вот здесь все Z положил единицами, да, вот, поэтому его я переписывать не буду, я вот тут напишу, что L перенормированный, и сотру нули. Вот, значит, а то, что останется, я напишу. Да, то есть мы можем написать вот это, как сумму двух величин. Перенормированный Лагранжан, где вместо всех Z я написал единицы, вот, он выглядит так же, как исходный, только поля уже перенормированный. Плюс добавка, добавка контрчлены, которые должны как раз сокращать все расходимости. Ну вот, я тут у меня был написан, как они сокращают расходимости, соответственно, в пропагаторах. Вот, соответственно, этот, который перенормированный, вот он написан, а Лагранжан контрчленов, сейчас я напишу. Вот, сейчас напишу. То есть я из этого получаю эту добавку. Так, значит, выглядит он следующим образом. Вот, значит, выглядит он следующим образом. Вот, сейчас я тут, я пишу обозначение, как у Пескина. Его люди очень по-разному обозначают, но вот это, как у Пескина. Что это будет у него? Контрчлены. Counter Terms. Вот. Так, иду со шляпой. Ну, фактически, мы должны просто раскидать, раскидать, вместо всех Z-ов написать дельты. Вот, это, вот у меня тут, значит, раз, два, три члена. Наверное, вот на каждый член я пишу некое дельта, которые я сейчас распишу. Вот, минус. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Дельта 2, дельта 1, дельта m, дельта 3, дельта 3g, ну и дельта 4g, вот, на g в квадрате. Так. Вот, 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 ну и последний. Дальше. Вот, написал. То есть фактически перед каждым слагаемым вместо z стоит дельта, которая будет единиться минус соответствующий z. Вот. Вот, где? Тельта 3. Тельт 3 минус 1, дельта 2, дельта 3 минус 1, цель минус 1, дельта 3 минус 1, цель минус 1. Дельта 3, это z. так и и осталось дельта m дельта m вот вот соответственно когда мы считаем если мы перенормировать теорию возмущения работаем когда мы будем считать петли вы и диаграммы мы считаем не только вот этот исходный лагернджан который у нас есть вот но также мы считаем вклад вот этого лагернджана то есть у нас 4 глина вершина 4 глина вершин вот это две таких ну вот f bc на эту она сворачивается с собой ну еще такая вот это соответственно это вот это на вот это вот тут ничего сложного нет просто вот взяли расписали тут и вот тут одна четвертая осталось а тут уже не осталось поскольку ну удвоенное произведение будет плюс этих два вот четыре вот соответственно когда вы будете считать если вы считаете перенормированной теории возмущения вы считаете скажем 1 петлю вую поправку там я не знаю к пропагатору да у вас будет не только диаграмма вот такая а еще будет диаграмма но такая то такая где вот это это вот контр члены который вот здесь нарисован ну вот этого не будет да вот эти два будут вот если вы соответственно их сложите то у вас расходимости сократятся вот теперь ну и так все остальные диаграммы теперь если 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 ну давайте теперь обсудим что такое z то есть вот а перенормированный лаганжан мы написали теперь что такое z ну это просто это как бы так что тут было z3 ну дельта 3 это за 3 минус 1 дельта 2 это за 2 минус 1 дельта 2 за что не слышу не есть конечно да ну собственно вот этот кусок я вообще и спецкина переписывал практически так что он есть вот значит теперь теперь так ну вот этот майна уже не надо что такое собственно z вот давайте на примере пропагатора вот некий пропагатор неважно какой из них вот просто пропагатор вот тут я напишу born плюс одна петля дальше мы все равно не пойдем вот вычисленная по нулевым вот сам не перенормируем в иным полям что это будет вот ну давайте я все таки свет включу раньше вы не жаловались вроде так не лучше а можно попробовать забыть что они закрыты и они тут закрыты там вот только вдали они не закрыты но я могу и там закрыть ну вот это максимум так значит что я хочу сказать что если мы будем считать пропагатор ну первая часть это просто борновский пропагатор плюс одна петля да вот то от чего будет зависеть результат результат будет зависеть значит от константы связи же 0 так но она просто входит вот если я буду значит исходным образом по неперенормированный лаганжан читать вот в размерности регуляризации вот масштаба регуляризации миуда вот и псилона будет зависеть ну она будет естественно зависеть еще от импульса входящего то так сказать пропагатор но мне сейчас важны вот эти величины то есть у меня будет зависимость от голого заряда масштаба факт этой самой регуляризации размерностной и и псилон размерности соответственно вот что будет дальше дальше будет следующее я самая расходящаяся часть она пропорционально борну вот то есть у нас получится борн вот помножить ну борн что 0 что не 0 на какую-то константу типа единица плюс же 0 в квадрате а наверно плохая буква 4 пи в квадрате вот то есть общий вид он будет такой мы выделили борн который помножается на некое выражение содержащие расходимость ну и логарифм вот в нашей теории у нас все содержит логарифм если вы вспомните как мы считали с помощью эффективного действия там так и было вот когда мы посчитали поправки например связанные с массой то у нас в лагранжан был какой-то гранжан был пси с чертой и дэса шляпой минус м ну вот я а уберу сейчас пока вот и мы получили что у нас вот сюда вот единица плюс вот такого типа добавка пришла и к массе пришла вот такого типа добавка ну единица плюс значит вот на все мы там одну из них называли x 2 y и мы говорили что вот это все по корню из вот этой скобки мы засунем в пси с чертой пси вот поделим соответственно сюда это что здесь останется это будет поправка к массе помните и вот эти поправки они все были вот такого типа но это не удивительно поскольку это обратный пропагатор вот поэтому функция грин она тоже так выглядит пропагатор смысле вот помните это или не помните это мы считали через определители это просто другой другой способ хорошо значит вот и того вы сочетаете 1 петлю поправку она выглядит вот так дальше вы говорите ну вот смотрите я хочу провести вот ту программу которую я говорил написать что это некая константа z на перенормированный пропагатор в котором уже не будет единицы на и пси как это можно сделать сделать это можно так вот значит мы говорим борн он остался борн и вот тут я эту константу выделю вот таким образом помножить единицам вот ну плюс константа то что я не слышу просто что вы говорите а смысле меня ну хорошо говорите я буду махать ручкой вот значит z от м большой делить на ню вот это мил знаменателе и епсилон м большой у нас еще не было но она появилась вот здесь минус п квадрат делить на м большое вот тут был 4 пи мю в квадрате вот вместо этого я написал м большой и вот видите тут нету вот это расходящийся часть вот вот значит что она сидит в константе сейчас я напишу константу и будет понятно но в целом я могу это написать следующим образом z от м на мил эпсилон помножить на все остальное я и назову перенормированные функции то есть вот я напишу что это борн плюс одна петля соответственно она будет зависеть от м и же вот вот это будет перенормированная функция то есть фактически борн на вот эту вот штуку да вот а вот это будет константа перенормировки вот что такое константа перенормировки она выглядит вот так z от м делить на мил эпсилон это единица плюс g в квадрате на c на c на 4 в квадрате вот вот так вот смотрите мы работаем с точностью до g квадрат в одной петле да это что означает что если у нас члены там же в четвертой будут то мы их выкинем вот теперь если я вот это z помножу соответственно вот эту скобку что получится когда у меня вот это вот будет но вот это помножаться это будет члены порядка же в 4 я их выкину поэтому фактически когда зэд помножается на эту скобку работает только единица на это или вот это единица на это и И тогда я сложу, я получу ровно вот это, с точностью до поправок четвертого порядка. Таким образом, получается, что я руками внес некий масштаб М большое. То есть исходная, значит, однопетлевая поправка, ну, вместе с основным членом, да, не имела этого масштаба М большое. Она имела только масштаб регуляризации. Вот, а потом я его руками ввел, я его руками ввел сюда, вот, под логарифм, вот сюда, и в константу, соответственно, Z, сюда. Таким образом, что когда я их перемножу, этот масштаб М большое сократится. Вот. Это может быть, что М квадратный 4 и М квадратный? Это мил. Вот это мил, а это М большое. Ага, мил. Вот. То есть, вот видите, 4 пима в квадрате, как оно было, так оно и осталось. Вот. А М большое я внес руками. Соответственно, когда я перемножу Z на вот эту вот перенормированную функцию, вот, которая здесь написана, это М большое сократится. Сократится. Вот. Вот. Вот это М большое называется масштаб перенормировки. Нет, сейчас, секунду. Перенормировки. Значит, вот это мил, это масштаб размерностной регуляризации. Мил. То есть, когда вы интеграл пишите вместо D4P, как DDP, на мил в степени 4 минус D. Вот это, это мил. Так? Оно просто пришло из размерностной регуляризации. Если у вас будет другая регуляризация, у вас будет другой масштаб, вот, обрезание, например, да? Вот. Ваших интегралов. Вот. А вот это м, это масштаб перенормировки, потому что, вот, функция Грина, которая перенормированная, она зависит от этого масштаба. Вот, видите, м, так? Мю, она, про мю она уже ничего не знает. Вот, в ней нету мю. Вот. В ней нету мю, в ней нету эпсилон. В ней есть только м масштаб перенормировки. Вот. Соответственно, а в константе Z, вот я специально пишу, м большое на мю, в константе Z, есть как мю, так и м большое. Но они идут в отношении, вот, в логарифме, да, м на мю. Вот. И тут есть единица на эпсилон. То есть все расходящуюся часть мы взяли в константу Z, плюс в константу Z мы взяли еще вот этот масштаб, значит, регуляризации интегралов и масштаб перенормировки. Все. После чего мы говорим, вот эти Z, это те самые Z, ну вот это Z типа, значит, которые 2, 3, да, ну и 2C, вот, то есть которые из пропагаторов получаются. Вот они так находятся, вот мы их нашли. И, фактически, вот это вот стандартная вещь, вот, а вот эта C, которая константа тут стоит, вот она будет разная у всех, да, вот. Поэтому, ну, она вот здесь, как бы, важная величина, то есть она определяет все Z. Таким образом, голые функции грина, они ничего не знают о масштабе перенормировки, что естественно, вот, а перенормированные ничего не знают о масштабе обрезания. Вот. Ну, так, чтобы, нет, ну, так не очень, но давайте. Так лучше? Так лучше. Вот, мы делим эту Z каким образом? Чтобы у нас борну, плюс одна петля, равнялась борну на эту Z, да? Не борну, а вот эта поправка уже к борну. Но это поправка, которая не содержит расходимости. Угу. Вот. По-хорошему, вот видите, тут константа. И эту константу можно по-разному делить между Z и вот этой вот частью, вот, которая перенормированная уже функция грина, да? И это и будет означать, как вы, какую схему перенормировок вы используете. Грубо говоря, как вы вот поделили оставшуюся константу там. Вот. Но это некие детали, которые нам сейчас не важны. Вот. А так мы ее выделяем так, чтобы вот здесь расходимости не было, все расходимости ушли в Z. Вот. При этом появляется, естественным образом, некий масштаб, потому что мы разделяем. Вот. Логарифм. Вот. Появляется масштаб, который называется масштаб перенормировки. Вот это масштаб регуляризации, вот это масштаб перенормировки. Вот. Хорошо. Соответственно, вот мы вот так делаем и получаем те Z, которые получаются из пропагаторов. Что касается остальных Z, которые получаются из вершин. С ними немножко по-другому. С ними немножко по-другому. Вот. Это Z2, Z2C, Z3. Вот так они получаются. Это вот эти, которые из пропагаторов. То есть это константы перенормировки полей. Да? Вот эти Z. Это то, с чего я начал. Вот. И сейчас я еще... Да. Вот мы и в начальном Лагранжане, и в перенормированном считаем до одного и того же количества петлей. Да? Мы тут и там, и там одну петлю. Смотрите. В перенормированном Лагранжане стоят дельта. Дельта – это Z минус единица. То есть единицы не будет. Соответственно, константы... Если вы считаете до нуля петель, то вам контрчлены вообще не нужны, поскольку они начинают вот с Z2, да? Вот. А если вы считаете в следующем порядке, то в исходном Лагранжане вы, скажем, берете одну петлю, а Лагранжане контрчленов вы берете в Борне. Потому что одна петля – это как раз Z2, а контрчлены в Борне – это вот эти Z2. То есть, грубо говоря, вы в одной петле посчитаете нечто, оно у вас будет вот такого типа, вы добавите к нему контрчлен, который ровно вот эти вещи сократит, и останется какая-то вот кусок какой-то логарифм. Вот. А единицы на епсилон будут сокращаться за счет контрчлена. Вот. Так, давайте теперь обсудим, как мы вершину будем перенормировать, и пойдем дальше. Ну, заряд, хорошо, да. Собственно, тут небольшие модификации будут, вот того, что я только что делал. Значит, вершина содержит заряд. То есть, это вот такого типа. Значит, там где G, с чертой, а со шляпой в Си. Вот эту. Значит, опять-таки берем в Борне, считаем вершину. Вот. По голым полям. Она зависит G0, μ, ε. Вот. Как она будет выглядеть, расходящаяся часть? Это будет выглядеть так. G0. В вершине она просто стоит. Ну, я могу вот так написать, да. В вершине оно все пропорционально G0. G0 осталось. Вот. Тогда я эту пишу. Вот. Это G0. Потом стоит Борн. Борновская вершина. И тут такого же типа вещь. Ну, вот это там, другая цель, да. Где? Вот тут? Вершина, вершина, Пси с чертой, а со шляпой Пси, ну, на же 0. Я нуль и написал. То есть вершина вот такая вершина. Вот это. А остальные вершины делаются так же. То есть они все так делаются. Вот. Мы взяли, посчитали, соответственно, 1-петлевую поправку. К этой вершине. Посчитали. Вот. Что у нас получилось? У нас получилось, что у нас есть некий бой. Борн, да. Вот. На поправку. Вот это П. Ну, в вершину входят 3 импульса, да. Вот. Мы возьмем их всех примерно равным П. Ну, то есть по порядку величины. То есть нет, чтобы один много больше там всех остальных. То есть все они порядка П. Тогда логарифм будет вот П в квадрате на 4 Пмю в квадрате. А в константу войдут логарифмы, скажем, отношения этих импульсов, которые будут порядка единиц. Вот. Это называется вот, где мы будем перенормировать при каких импульсах. Вот. То есть вот такого типа у нас получается выражение. Что мы делаем дальше? Мы говорим, ну, давайте так же поступим, как и раньше. Мы пишем, что это G. Значит, Z2. От M на нюк Эпсиона. З3. На нюк Эпсиона. На нюк Эпсиона. Так. 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 Так, хорошо. Это равно g на е, помножить, помножить на шею. Вот, смотрите, что происходит. Значит, это голая константа, это Борн, это вот то, что было. Теперь мы говорим, вот эта функция Грина состоит из трех полей, два поля Пси и одно А, если раньше у нас состояло из двух полей. Вот, поэтому вот эту константу С, то есть вот эту вот расходящуюся часть, мы разобьем на 3z. Z2, отвечающий за поля Пси, он в степени единица, потому что каждому Пси идет, значит, одно поле, вернее, корень из Z2. Соответственно, тут я пишу в первой степени. Z3, это та, которая отвечает полю А, в степени 1,2. Вот. И у меня может остаться лишняя расходимость, то есть у меня вот эта С не уйдет вся вот в эти две, Z2 и Z3. Все, что останется, я запихаю в ZG. Вот, таким образом найду ZG. Вот, после чего я говорю, что ZG на мое ZG, так, вот тут G0, пардон, G0 на мое ZG, это G перенормированное, вот оно. так, сейчас я тут где-то попутал чуть-чуть. А, нет, 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 правильно говорю. Правильно говорю, правильно говорю. Сейчас. Вот, значит, вот, не так. G. G. Сейчас я напишу Z и обсудим тогда. Тут немножко по-другому. Значит, Z2 на ZG, на ZG. Эпсилон равно двинца плюс G в квадрате. В квадрате. Ну, где так пишу? Z2 плюс 1 вторая, Z3 плюс ZG. Где? Вот эта сумма, вот эта сумма равна C, вот этому C. Вот. Вот, вот, вот. А G0, я уже писал, это G на ZG. Вот. Вот так. А, ну, не так, конечно. Так, конечно. Помножить, помножить на вот этот кусок. Минус. 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 Правильно. Ну, и это я восстанавливаю. Заджи ножи. Вот. То есть, смотрите. Мы взяли, сочетали в одной петле. Вот выражение. Да? Теперь мы говорим. Давайте так же сделаем. Мы вытащим единица плюс G0 в квадрате на C на 4P на минус единица на епсилу минус гамма Эйлера минус логарифм 4P в квадрате. Сверху напишем M в квадрате в отдельную, в отдельный множитель. Вот. Вот он написан. Вот этот множитель, да? Это произведение всех констант будет. Всех констант. Вот. То, что останется, оно опять-таки не содержит расходимости, но зато зависит от масштаба перенормировки. Вот. Теперь давайте разбираться с константами. Вот. Вот. Тут у нас стоит G0, да? G0 по определению константа перенормировки заряда ZG. G0 это ZG на G, где G это наш физический заряд. Вот. Я его сразу подставлю. То есть вот было G0, я написал G на ZG. Вот. И теперь я должен вот эту константу C запихнуть во все, ну, вот это все, значит, запихнуть в константу C. То есть, или по другим словам, вот эту константу C распределить по всем трем Z. Вот. Вот. Вот я и распределяю. Соответственно, у меня получается, что Z2 и Z3, я уже знаю из пропагаторов, да? Какие у них там константы, вот C2 и C3 стоят. Вот. Что у меня стоит, должно стоять ZG, я не знаю, но я сочетал вот эту вот вершину в одной петле. Поэтому я знаю вот это C. Вот. Поэтому отсюда я ZG то я найду просто, вычтия из C, вот это C2 и 1 2 C3. Таким образом я найду константу перенормировки заряда. Вот. Вот. Такое дело. Соответственно, это вообще говоря процедура, она ко всем, ну, это процедура общего вида. Если у вас есть какой-то оператор, в котором много полей, да? Вот. В котором много полей, то вы, после того как вы перенормировали все внешние поля, помножив на Z в 1 2 в соответствующей степени, ну, относительно для каждого из этих полей, у вас может остаться лишняя расходимость. То есть вот это C не распихается во все, значит, то есть константа перенормировки внешних полей может быть недостаточно. Это означает, что для такого оператора нужна своя константа перенормировки. Вот. И таким образом вы ее найдете. Ну, вот здесь это константа перенормировки заряда. Вот. И так для всех вершин, собственно, делается. Далее есть доказательство перенормировки КХД, которое говорит, что вот во всех петлях мы так будем делать, у нас все получится. То есть лишних констант, контрчленов лишних не возникнет, кроме тех, которые там написаны. Это первое. А второе, что если мы вот будем константу перенормировки заряда извлекать из различных вершин, она будет всегда одна и та же. Это некое доказательство есть. Вот. Я его приводить не буду. Вот. По суку это довольно долго и не то чтобы очень понятно. Вот. Но тем не менее такое доказательство есть. А конструктивно делается так. Вот. Поэтому вопросы. Да. Да. Ну вот здесь у нас С нету, у нас есть ПСИ и А. Да. Ну вот смотрите, тут два поля ПСИ и одно поле А. А я помню, что ПСИ, соответственно, я их всегда забываю, пусть, что на что там множество там. Соответственно, ПСИ 0 это Z2 в одной второй на ПСИ. Вот. То есть там стоит Z в одной второй. То есть вот тут вот в первой степени Z2 будет, а Z3 в одной второй будет. То есть мы их помножили и смотрим. Если их хватило, чтобы все расходимости убить. Ну и замечательно. Значит, наш оператор не нуждается в перенормировке. А если их не хватило, мы должны еще на одну константу помножить. Соответственно, из вот этих С вычесть те С, которые входят в константы перенормировки внешних полей. То, что останется, войдет вот в эту константу перенормировки нашего оператора, нашей вершины. Вот. И это будет констант перенормировки нашей вершины. Вот. То есть такой вот алгоритм действий. Вот. После чего наша вершина перенормированная, это когда мы на нее, вычисленную вот так вот голым образом, помножили все вот эти константы перенормировки внешних полей и ее самой вершины. После чего она осталась конечна. Вот. И это и будет ее, соответственно, она перенормирована. Вот. Условия перенормировки. То есть... Что такое условия перенормировки? Это то, на котором, в каком масштабе вы ставите. То есть какой вы масштаб М выбираете. Можно делать вот как я делал тут. Вот. То есть взял от балды М. И везде вот этот М поставил. А можно говорить так. Вот давайте мы выберем такое условие. То есть какую-то физическую интерпретацию вот этого М брать. Что бы у нас, например, перенормированная вершина при каком-то импульсе при П равном М была равна Борновской, например. Вот. Ну, тогда и получится, что при П равном М это ноль. Ну, тут какие-то константы еще есть. Они будут чуть-чуть сдвигать это условие. Да. Наша вершина перенормирована. Это вот, вот это все мы убираем. Остается только вот. Вот это на Борн. Да. Она будет равна фактически Борну. Ну, вот с точностью до каких-то членов. То есть можно или просто тупо вводить М, как вот я сделал. Везде одно М ввел. А можно ставить некие условия перенормировки, при котором, то есть при некоторых импульсах ваша вершина, например, равна Борну. Да. И тогда вы говорите, какой я М должен взять, чтобы она была равна Борну. Ну, и вот так вот это М находить. Вот. Это то, что касается условий перенормировки. Вот. А это же из эксперимента, да, получается? То есть из эксперимента вы получаете вот эту константу G, так? Уже перенормированную, да? То есть вот G0 это некая голая вещь, которая стоит в Лагранжане, мы про нее ничего не знаем. G вы померяете, так? То есть вы померяете вот это вот G на вот эту вот перенормированную функцию. На каком-то масштабе М вы ее померяете. Вот. Фактически. Вот. Вы ее померяете. После чего голая константа, которая будет стоять в Лагранжане, вот в исходном, она будет вот таким образом вычисляться по вашей померенной. То есть вот это ZG вы там вычислили из петли. Вот. G вы померили, соответственно, в голая вот такая. Вот. Ну и с массой, ну, некие аналогичные вещи. Вот. Так. Давайте теперь это все хорошо, но у этого есть некое очень серьезное применение, которое называется уравнение Каланаси-Манчика. Уравнение Каланаси-Манчика. Уравнение Каланаси-Манчика. Уравнение Каланаси-Манчика. Это как раз о том, как перенормировать большие функции Грина. То есть мы с вами говорили, вот вы меня спрашивали где-то в начале, что вот мы найдем функции Грина, как они относятся к сечениям, собственно. Вот. То есть все, что мы ищем, это какие-то функции Грина. В них может быть много полей. Вот. И спрашивается, как они будут зависеть от масштаба перенормировки. Вот. На этот вопрос отвечает уравнение Каланаси-Манчика. Итак. Я буду писать вот поле Фи. Вот. Фи 0, которое равно, соответственно, Z в одной второй на Фи перенормированное. Где под полем Фи я буду подразумевать любое поле. Духи, фермионы, эти самые фотоны, глюоны. Это не важно. Это некое общее уравнение для всех полей. Нужно только будет помнить, что Z вот для каждого из этих полей будет своя. И больше ничего. Вот. Итого. Вот пусть у нас есть некая функция Грина, посчитанная по голым полям. От x1, xn. То есть это такая вещь. Феноль x1, феноль xn. Средняя. Да? По вакууму. Вот. Я могу это написать как Z в степени n пополам на перенормированная функция Грина, xn. Вот. Я сразу говорю, что все эти поля в разных точках. То есть нет совпадающих точек. Почему? Потому что как только есть совпадающая точка, это означает, что возможно появится новая константа перенормировка, как у нас в вершине получилось. Там была совпадающая точка. Вот. То есть откуда идет вообще перенормировка? Перенормировка идет, когда импульсы очень большие в петле, да? То есть когда расстояние очень маленькое, то есть когда две точки сливаются в одну. То есть тогда могут возникнуть новые расходимости. Вот. То есть пока у меня все точки разные. Вот. Соответственно, вот эта голая функция Грина, вот эта перенормированная функция Грина, она помножается на Z. Z, как мы только что видели, зависит от M на μ. Вот. А вот эта вот функция Грина зависит от, соответственно, M. Ну, от M и перенормированного заряда. Вот так. Ну еще она зависит от X, но это мне сейчас не важно. Вот. Вот эта функция Грина, от чего зависит, кроме X? Она зависит от… Что? От 0. Она зависит правильно от μ и G0. Вот. То есть вот это зависит от M, про M с этой стороны ничего не известно. Точка перенормировки M появилась только когда мы стали выделять константу. Так? Вот. Поэтому, если я возьму, да и продифференцирую вот это выражение по M большому точке перенормировки, я 0 получу. Вот. То есть 0 равно… Ну, удобно будет по логарифму M дифференцировать. То есть я дифференцирую, соответственно, D по DM, D по DM, это D по логарифму M, от вот этого уже 0. G0, я получаю 0. Так? С другой стороны, вот здесь у меня есть M и здесь M, поэтому я их тоже могу продифференцировать. Это у меня что получится? У меня получится, когда я буду Z дифференцировать, это будет N пополам. Пополам. Вот смотрите, я ее дифференцирую, это N пополам минус 1, вот так написано, да, хитренько. DZ на D под логарифму M. Вот. Вот. Это все помножится еще на G. Вот. Плюс Z в степени N пополам на DZ под логарифм M. Я по M дифференцирую. По масштабу перенормировки, по вот этому M. Не по масштабу этой самой регуляризации, а по масштабу перенормировки. Вот. Значит, хорошо. Это все чему равно? Я могу на Z в степени N пополам все поделить. Вот. И у меня получится, что DG под логарифм M плюс, вот тут у меня N пополам. Вот это вот уйдет. Единица на ZDZ это D логарифм Z, да. Вот. Плюс, напишу так, N, N гамма на G равно нулю. Где гамма, это, гамма это одна вторая D логарифм Z по D логарифм M. Вот. И она как выглядит? Во-первых, вот тут вот у нас, видите, M и M, они входят в дроби. То есть, когда я буду дифференцировать по M, это все равно, что по логарифму M. Но с минусом. Вот. Поэтому это я сюда тоже напишу. Минус. логарифм Z, логарифм M. Вот. И, как мы только что видели, вот эта гамма, она идет как ряд. И начинается у нас G квадрата. Другие, собственно, мы считать и не будем. Члены. Соответственно, это будет что-то типа G квадрат на гамма 2. G квадрат на 4P в квадрате. Ну и плюс там G в четвертой, там какие-то такие остальные члены, которые нам не важны. Нам будет важен вот этот член. Вот. Чтобы там не таскать G квадрат на 4P. То есть, гамма – это вот ровно те C, которые я там писал. Вот на предыдущей доске до того, как стер, который в Z. С точностью до знака, наверное. Вот. Значит, эта гамма называется аномальная размерность. Аномальная размерность. Почему она так называется, сейчас мы увидим. Вот. То есть, что такое гамма? Гамма – это нужно взять Z, взять от него логарифм. Z имеет вид единица плюс G квадрат на 4P на что-то там помножить. Логарифм эту единицу выкидывает. Мы в разложении понимаем. Когда мы по логарифму M продифференцируем, у нас останется некое число. Вот это число называется аномальная размерность. Вот. Вот это уравнение я перепишу немножко по-другому. А именно, вот тут стоит полная производная. А G, вообще говоря, зависит от перенормированного заряда. А заряд тоже зависит от масштаба, как мы только что видели. Поэтому нужно написать это следующим образом. Это будет D по D логарифм M частным образом. Плюс D по DG соответственно на D по DG. Вот я тут напишу бета от G. Ну, D по DG на DG по D логарифм M. DG по D логарифм M мы уже знаем. Это уравнение Гелман и Лоу. Вот. Это я вот это вот переписываю производную. Я это сейчас напишу. Плюс N гамма. D на G равно нулю. Эхе-хе-хе. Да. И бета от G из уравнения Гелман и Лоу, соответственно, выглядит так. Это. Что? Я что-то вас слышу вообще плохо. Что говорите? Сейчас лучше? Ну, лучше, да, чуть-чуть. А вот так? Лучше, говорите. Что мы сейчас пишем? Это уравнение на G, да. Все. Я его переписываю. Я беру и говорю. Вот тут у меня полная производная по логарифму M. M масштаб перенормировки. Я ее пишу как частную производную. Плюс производную по заряду на производную заряда по этому логарифму. Вот. DG по D логарифм M. Это, я знаю, это уравнение Гелмана Лоу. Соответственно, из которого, ну, мы его получали. Это минус бета ноль. Ну, мы его другим способом получали, но неважно. На 4π в квадрате на G в кубе. Вот. Это уравнение Гелмана Лоу. Вот. Вот. Соответственно, вот уравнение на перенормированную функцию Грина, как она зависит от масштаба перенормировки M. Вот. Это числа. Это производная по заряду. Бета от G мы знаем. Соответственно, ну, это просто производная по логарифму. Соответственно, это обычное... Вот это называется уравнение Кална Семанчика. Уравнение Кална Семанчика. Вот. Ну, собственно, это все уравнение Кална Семанчика в разных формах. Вот. В уравнение Кална Семанчика входят аномальные размерности, которые считаются... Вот вы сосчитали 1-петлевые вклады, нашли Z, продифференцировали там ее, получили число, аномальную размерность. Соответственно, вот это аномальная размерность поля Φ, потому что Z этого поля Φ. Если у вас будет там другое поле, будет аномальная размерность другого поля. Вот давайте решим уравнение Кална Семанчика. Кална Семанчика. Так. Это уравнение в частных производных, да, вот две частных производных первого порядка, решается методом характеристик. Значит, система характеристик как пишется? Она пишется так. Д логарифм М. Вот. Здесь у меня это по G. Тут стоит единица. Значит, DG. DG. Тут у меня стоит бета. Вот. Ну и это я в ту часть перенесу. У меня, соответственно, будет DG большое. Вот. Тут будет стоять N гамма G. DG. 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 И с минусом. Да. С минусом. Вот система на характеристики для вот этого уравнения. Так. Помните, на ММФ были такие уравнения. Вот. Решаем. Нам нужно два первых интеграла. Произвольная функция первых интегралов – это общее решение. Значит, вот. Первое уравнение берем. Это просто в чистом виде уравнение Гелман-Лоу. Его решение – первый интеграл. Вот я напишу. Значит, вот решение этого уравнения. Соответственно, делаем так. Логарифм. Так. M на P. Вот M и P – это две точки перенародировки, относительно которых я буду вот этот логарифм интегрировать. Равно. Интеграл. Интеграл. G вот M. G вот P. DG штрих. Это уже штрих. Вот. То есть я взял тупую, проинтегрировал вот это. Значит, если я смотреть буду в точке M, значит, на масштабе перенародировки M, то P – это вот, ну, начальные условия у меня, где будут задаваться. Вот. Соответственно, это дает мне G от M как функцию G от P, ну, и P фактически. Ну, или наоборот, G от P как функцию G от M и M. Вот это уравнение. Вот. Это первое уравнение. Второе уравнение. Ну, можно вот это взять. Ну, можно и вот это взять. Неважно. Если мы вот это возьмем, что у нас получится? Опять-таки, проинтегрируем его. Получится это, соответственно, сюда множе. у меня тут логарифм G. У меня получается логарифм G от M на G от P равно… Эхе. Равно. Равно. Интеграл G от M на G от P, 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 G от M на G от P. Вот. И здесь будет минус N гамма делить на бета. Вот я напишу N гамма делить на G от P, G от M на G от P, G от M на G от P. Вот два первых интеграла. Два первых интеграла, например. Вот. Соответственно, общее решение этого уравнения выглядит так, что произвольная функция F от двух первых интегралов… Двух первых интегралов. Вот. G от P. G от P. То есть, если точка наблюдения у меня M, то константы – это те, которые были на нижнем пределе. G от P. Ну, и G от P. Вот они. Две константы, два первых интеграла. То есть, вот из этого уравнения я выражаю G от P через все остальное. Так. Из этого я выражаю G от P через все остальное, подставляю сюда. Вот. Равна нулю. Это в неявном виде общее решение. Соответственно, я могу его написать в явном виде. Мне G нужно. G от P – это произвольная функция от G от маленького от P. Вот. То есть, G от P – это некая F. Вот. Я G-квадрат буду писать, все равно это произвольная функция. Вот. Но мне нужна не константа, а, собственно, в точке наблюдения G от M. Вот. Тогда это будет G от M – это G от P на E в степени вот этот интеграл. G от P – это G от P, G от P – вот оно. А E в степени вот этот интеграл. ДЖ штрих, ДЖ штрих, ДЖ штрих G от M на G от P. G от M на G от P. Вот. Вот его решение. Ну, разные люди его там как-то преобразовывают. Ну, мы особо не будем. Значит, вот его решение. Так, понятно, что я делаю или непонятно? Это из MMF вам должно быть известно, как решать такие уравнения. Так, помните метод характеристик? Нет, ну это надо взять и просто написать. Общее решение – это произвольная функция от двух первых интегралов. Вот два первых интеграла – произвольная функция. Мне нужна G большое. Поэтому произвольная функция от двух равная нулю – это означает, что одна – это произвольная функция от второй. Вот я написал. Это произвольная функция от этого. G от P я выражаю через G от M. Собственно, мне оно и нужно. Вот. То есть получается… Вот теперь смотрите смысл вот этого решения. Вот, скажем, у нас G от M – это нечто. Пропагатор, например, неважно. Некая функция Грина, да? Я хочу понять, как она будет выглядеть на масштабе перенормировки M, если она была где-то там на масштабе перенормировки P мне дана. Вот. Что я делаю? Я говорю, давайте возьмем M равным P. Когда мы возьмем M равным P, вот это умирает экспонента. Вот. И остается только F от G в квадрате от P. Вот. И я говорю, вот я возьму это P. P – начальное условие. Значит, когда P – порядка входящих импульсов в мою функцию Грина. Когда P – масштаб перенормировки порядка импульсов моей функции Грина, мы уже это обсуждали вот несколько лекций назад, то поправки все будут малы, поскольку все эти логарифмы, они будут порядка единиц. Вот. Поэтому я могу просто взять мою функцию Грина на масштабе P, посчитать ее там в борне в одной петле, ну, в малом количестве петель, да? Вот. И это будет мое F. Вот. То есть, если я говорю о пропагаторе, я могу говорить следующее. Пропагатор на масштабе M равном P, где P – это импульс, который исчет по пропагатору. Это просто борновский пропагатор. Вот это F – это борновский пропагатор в начальные условия. Теперь. А я хочу найти, как мне пропагатор будет выглядеть на масштабе M. Вот. Если точка перенормировки будет M, а не P. То есть, P у меня было порядка всех импульсов. Вот. А теперь я хочу посмотреть, что было бы, если бы точка перенормировки была M, не P. Не порядка всех импульсов, например, много больше. Что бы тогда было? А вот что тогда было бы. Это был бы исходный пропагатор, но зависящий от заряда на масштабе P. Заряд на масштабе P – на старом масштабе. Как выражается через заряд на новом масштабе по формуле Гелман-Лоу решения. Мы знаем. Помножить на вот эту экспоненту. И вот тут стоит гамма – аномальная размерность. Соответственно, если гамма равна нулю, то все, что вам нужно сделать, чтобы найти вашу функцию Грина, перенормированную на другом масштабе, это просто поставить заряд в другой масштаб. Ну, в смысле, выразить заряд через заряд от другого масштаба. Если аномальная размерность равна нулю, а если она не равна нулю, то появляется новый член. Вот он. Поэтому он аномальный в этом смысле. Вот так. Это решение уравнения Гелман-Лоу. Вы решите это для нескольких функций Грина на семинаре. Вот. Чтобы почувствовать вот это. И у нас есть выражение. Вот оно у меня тут написано. Бета от G в одной петле. Вот оно. Гамма от G это фактически, ну, в случае даже G квадрат. Вот оно через гамма-2. И вот если это туда поставить, то мы этот интеграл можем взять просто для одного петлевого вычисления. Вот. И сейчас мы ответ увидим. Напишем. Соответственно. Соответственно. То есть уравнение Кална-Семантика отвечает на вопрос. Как меняется функция Грина при изменении масштаба перенормировки? Вот так. Значит, этот интеграл. 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 G от M. G от P. D G штрих. Минус N. Гамма от G штрих. Вот она. Гамма, да? Это G квадрат, гамма-2 на 4P в квадрате. Значит, это гамма-2. G квадрат, гамма-2 на 4P в квадрате. Вот 4P в квадрате сократятся. G квадрат с G кулом сократится. И останется бета-0. Вот тут. Бета-0 с минусом причем. Вот. И останется единица на G. D G штрих. Вот так выглядит этот интеграл для однопетлевого случая. Вот. То есть я взял из уравнения гелман-лоу-бета и из вычисления гамма. Вот. Это числа. Это логарифмический интеграл. это получится N гамма-2 на бета-0 на логарифм G от M G от P. Туда подставлю. Туда подставлю. Получу G от M F от G квадрата с P. Так. На Е в степени вот это. Е в степени вот это. Это, соответственно, G от M на G от P в степени N гамма-2 на бета-0. вот в одной петле. То есть вот это поборно вычислено на масштабе P некая величина. А это то, что будет добавляться, вернее, на что она будет помножаться, если у нее есть аномальная размерность, при замене точки перенормировки. Вот если мы вот это все в ряд разложим, это как раз вот все те логарифмы, которые набегают из... Ну, это те логарифмы, которые заходят в заряд. Вот если мы их разложим. Ну, отношение зарядов, помните, это единица плюс там логарифм там чего-то в знаменателе, да? Бета-0. Вот. Мы его раскладываем в ряд. Это некий ряд с кем-то коэффициентами, которые определяются вот этими вот величинами. Вот. Вот. Так. Понятно это? Вроде да. Чудесно. Вы можете написать вот так, что это... Ну, вы и должны будете написать вот так. F. Что такое G в квадрате от P? Это G в квадрате от M на единица плюс бета-0 на 4P в квадрате. Вот. Вот тут мне надо будет сообразить, что к чему. Значит... Так. Это был P. Значит, скорее всего, так. P в квадрате на M в квадрате. Так. Вот так. P на M. Ну, тогда тут двойка. Бета-0. Так-так-так. Так. 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 Вот. еще раз. Беру вот это P характерным масштабом моих импульсов. Так. 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 И M беру равным P. Тогда вот это все вымирает. Тут же в квадрате от P этого нет. И вычисляю первый член разложения. Борновский или там однопетлевой. Это будет мое F для моей функции Грина. Вот. Когда точка перенормировки, порядка масштаба наших импульсов. Теперь я говорю, если я хочу M взять какую-либо другую, то вот функциональную зависимость F от заряда я знаю. Я ее вычислил, да? Я ее оставляю, в нее засовываю G от P. Ну, или мне G от M вот так вот засунется туда. Плюс, если у функции Грина есть аномальная размерность, будет вот этот множественный. Хорошо. И... Ну, значит, M здесь как какую-то другую. То есть, значит, F проявляется 3. Значит, смотрите. M, я ее руками брал, помните, в Z. Это точка перенормировки. То есть, на каком масштабе я произвожу перенормировку. Если я ее произвожу на масштабе, на том масштабе, на котором у меня все импульсы в моей функции Грина бегают, то я просто могу Борни посчитать. Поскольку логарифмов больших не будет отношения масштаба перенормировки к масштабам, характерным масштабам моих импульсов в функции Грина. Теперь, если же я хочу узнать, что было бы, если бы масштаб перенормировки был далеко от масштаба импульсов, тогда какие-то логарифмы были бы там, поправки большие были бы. Все эти поправки можно отсуммировать и выглядеть они будут следующим образом. Нужно в нашем исходном выражении, в Борновском, заменить наш заряд на заряд от старого масштаба через заряд от нового масштаба M. И добавить вот такой множитель. Все поправки вот сюда и сюда вошли. Вот в чем утверждение. И последняя ремарка, которая здесь важна. Вот это были функции Грина, где все не в одной точке. В разных точках. Что будет, если у нас как вершина? Да, у нас есть операторы в одной точке. Будет следующее. Помните, там еще одна константа перенормировки появлялась. ZG. Вот. Соответственно, если у меня есть какой-то оператор. Какой-то оператор. Оператор O. Оператор. O0. И, значит, в нем сколько-то полей в одной точке. Соответственно, недостаточно константа перенормировки внешних полей, чтобы O перенормировать, чтобы из него все расходимости убрать. Остается некая лишняя константа ZO. Как вот там ZG. На U перенормирован. Ну, R мы не пишем. Вот, значит. Это не перенормированный оператор, а перенормированный оператор. Вот. Соответственно, функция Грина, содержащая такой оператор, значит, выглядит так. G. 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 0. Ну, вот я писал в координатном представлении, а в импульсном это будет, например, P1. Pk, например, там K полей лишних я напишу. N полей. И K. Вот так. Это. Вот такое среднее. FI. P1. FI. Pn. И вот этот оператор O. От K. Это нулевые. То есть я взял функцию Грина. Вот, скажем, у O N ног. Да? То есть N полей в него входит. Я беру N полей лишних руками. Засовываю вместе с O функцию Грина. Вот такую образовываю. Вот. Я могу писать в координатном представлении, могу в импульсном, неважно. Вот тут я тогда писал в координатном, сейчас пишу в импульсном. Вот. У меня получается такая функция Грина. Я говорю, что она равна Z вот этого поля FI в степени N пополам, как раньше, помножить на ZO. На перенормированную функцию Грина FI P1, FI PN, O, K. Вот в этой функции Грина уже не должно быть расходимости. Да? Мы вот их все сюда вытащим. Все. Теперь, соответственно, я так же определяю… Да. Где там… … … … как только birfA. Вот, смотрите, O, например. Это nighttime FI 6-й от X. Вот тут 6 полей в одной точке. Ага. Вот. Тогда я беру 6 полей в разных точках К нему подставляю И считаю в одной петле его У него будет расходимости Которые я смогу удалить В 6 пополам, в 3 Z в кубе этих полей И еще то-то останется То, что останется, я внесу в Z Понимаете? Если я его эффективно так нарисую Из него 6 ног торчит Вот это X точка Из него 6 полей Вот Ну вернее даже не так Даже не так Вот точка X В ней некий оператор O стоит Вот Я В него входит Ну раз я в импульсном Представление буду писать в импульсном В него входит импульс K Вот он В него входит импульс K Плюс у меня еще есть Значит 6 Из него ног торчит В каждую из которых входит Импульс P1, P2, P3 и так далее П6 Вот Вот этих Вот я такую диаграмму Нужен нарисовать Посчитать в ней там Петлевые поправки Все 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 Вот В чем разница на Z и P Чего? В чем разница на Z и P Не, ну K Это тот импульс Который в оператор втекает А P Это те импульсы Которые втекают в поля Которые я руками дописал Ну вот смотрите Вы это посчитаете на семинаре Если Я правильно понимаю Вот вершина Вершина Значит Пси с чертой А Пси В точке X Все Да Вот Вы говорите Я хочу вот такое среднее посчитать Я добавлю А в точке Y Там Пси в точке Z Пси бар в точке U Среднее посчитаю Что это будет? Это будет вот точка X Вот Вот точка Y Вот точка Z Вот точка U Соответственно Из точки X У меня фотон сюда пришел Электрон Ну Или там Кварк Сюда пришли Это вот такая диаграмма Соответственно Да Вот Если я буду фурье брать У меня у нее три ноги Фурье То есть импульс К Сопряженный То есть Три импульса P Сопряжены вот этим Y Z И U А импульс К Сопряженный X Вот Вот так Вот ровно эту Вы посчитаете На семинаре Вот То есть Вы берете к ней Все однопетлевые поправки Там разные Да Какие могут здесь быть Вот Ну Нету Наверное Ну неважно Одну из них вы посчитаете Вот Все однопетлевые поправки Посчитали Соответственно Выделили часть Тут будет Z в одной второй Для фотона Z В одной второй В квадрате Для кварка Вот то что останется Это будет констант Передормировки Вот Так Как изменится уравнение Кална-Семанчика Уравнение Кална-Семанчика Для вот такой функции Грина Изменится следующим образом Вот Лишнее ZO Появилось Да Соответственно Если я Определяю Гамма О Аномальную Размерность Оператора О Как Д Логарифм Гамма Здрасте Сейчас все Ну и вот здесь Соответственно Будет N-гамма-2 Плюс Гамма-О Ну вот все Это Перенормировка Составных операторов Так Все Я вот стираю Пока Стираю Можно вопрос задать Все Все Н-гамма-2 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 Стираю Стираю Puis Я adesso И Стираю Стираю В В 机 Д